АПЛОДИСМЕНТЫ Библиотечная система Коголыма сегодня – это три книгохранилища. 17 тысяч читателей, почти 90 тысяч изданий. Фонд постоянно пополняется новинками современной литературы. Число пользователей абонемента тоже растет. И это, несмотря на популярность интернета, причем много молодежи. Конечно, мы связываем это, наверное, в первую очередь с тем, что правительство, министерство образования задумались об образованности нашего нынешних подрастающих молодых людей. Вели экзамен по литературе, поэтому волей-неволей им приходится читать больше. Ну и, конечно, опять же, наши разнообразные мероприятия, какие-то рекламные акции, которые мы стараемся проводить систематически, они все равно привлекают людей в библиотеку. Библиотеку можно назвать многофункциональным центром культуры и досуга. Здесь повышают уровень образования благодаря обширному доступу к информации и курсам компьютерной грамотности. На этой площадке встречаются вокалисты, поэтические и дискуссионные клубы. Без вас мне скучно жить. Ваш сотый юбилей почти мечтаю. В библиотеке в нашей жизни быть и всей системе здравствовать желаю. За 30 лет в библиотеке сменилось немало работников. Есть и старожилы. Для них здесь второй дом. Коллектив очень стабильный. Это коллектив единомышленников. Вы правильно заметили, что у нас такие люди есть. У нас такие есть люди, которые отработали 30 лет нашей системы. У нас есть такой человек, который работает в нашей системе. И у него только одна трудовая запись. Смирнова Галина Валерьевна. Юбилейка Голымской библиотеки совпал с российской акцией «Библия ночь». Впервые горожане приняли в ней участие три года назад. Например, есть мастер-класс по графике. Там же проводятся конкурсы на знание литературы. Книгу в подарок может взять читатель. Да все интересно, наверное, выделить что-то одно очень сложно. Каждый может найти по душе себе какое-то занятие. Но самое главное, что вся эта акция рассчитана на то, что после этого человек захочет вернуться в библиотеку. Юлиана Сотник, Алексей Николаев. Специально для новостей.